Меня зовут Михаил Зикеев, и я являюсь руководителем направления систем бронирования и управления Кьюбик и Дортаблет в компании IP-MATICA. Работаю в компании относительно недавно, с кем-то из вас я уже, так сказать, заочно знаком, с кем-то мы видимся первый раз. Очень рад вас всех видеть на сегодняшнем вебинаре, и за главной темой сегодняшнего вебинара у нас является Кьюбик «Почему панельные ПК предпочтительнее планшетов для систем бронирования и управления?». На самом деле данный вопрос мы затрагиваем практически на каждой нашей встрече, на каждом нашем мероприятии. Но если обычно это имеет какой-то такой риторический вопрос, то сейчас в связи с тем, что у нас вырос курс доллара, в связи с тем, что ряд западных компаний уходит с рынка России, этот вопрос становится более горячим, потому что все компании и заказчики ищут какие-то возможные замены, какие-то возможные варианты, чтобы остаться в своих бюджетах, чтобы остаться в приемлемом качестве, ищут различные варианты. Кстати говоря, подскажите, пожалуйста, есть у вас опыт тестирования или установки оборудования Кьюбик на сегодняшний момент? Понятно, мнения разделились. И хотелось уточнить, возможно, вы устанавливали панельные ПК или планшеты для систем бронирования других производителей, если это так, то напишите, каких, пожалуйста. Тогда вначале я коротко познакомлю нас все-таки с вендором Кьюбик, расскажу о его бизнес-подходе, о нашем модельном ряде, а потом мы уже плавно подойдем к нашей главной теме, к теме сравнения панельных ПК и планшетов. Собственно, вопросы пишите в чат, со мной вместе находится мой коллега Андрей Винтеев, который вы, наверное, все точно знаете, и он постарается ответить на эти вопросы, скажем, в прямом эфире, а дальше в конце вебинара мы эти вопросы наиболее интересные и важные ответы отметим, так сказать, процитируем, и, возможно, к этому времени у вас появятся какие-то новые вопросы. А мы начнем с общего обзора. Компания Кьюбик, относительно молодой игрок на рынке цифровых технологий, она появилась в 2014 году. Основателем является Дэвид Чен, штаб-квартира находится в столице Тайваня, Тайбэ, здесь же находится часть производственных мощностей, здесь же находится R&D, также есть заводы в материковом Китае, и, собственно говоря, есть офис в Силиконовой долине в Калифорнии, который отвечает, там сидят промышленные дизайнеры, они отвечают за эргономику, за внешний вид этих устройств. Сфера ответственности, сфера применения разработок компании – это разработка различных устройств, умных устройств, которые можно использовать в таких вещах, как автоматизация зданий, офисов, ритейли, здравоохранения, автоматизация работа в Хорике, и сегмент, так скажем, Digital Signage тоже, так сказать, охватывается данной компанией. Можно подчеркнуть, что мы разрабатываем, то есть Кьюбик разрабатывает именно промышленные компьютеры, и, исходя из этого, качество этих компьютеров, их комплектующие, оно промышленного качества. У компании есть свое видение, свое видение применения, свое видение дизайна. Мы стремимся представлять каждый год новинки на рынке, и вот сейчас, в 2022 году, мы также к середине года ожидаем новую модель, и продукция Кьюбик, безусловно, отличается оригинальностью, уникальностью. У нас есть целый пакет своих собственных патентов, разработок. Если говорить о производстве, о котором я уже, так сказать, упоминал, да, которое находится и в Тайване, и в Китае, то можно сказать, что вся продукция наша рассчитана на длительное использование, на длительную непрерывную работу, то есть мы заявляем наработку на отказ больше пяти лет, обеспечивается за тем, что мы используем дорогостоящие, надежные комплектующие, такие как чипсеты, конденсаторы, резисторы. Мы не экономим на системах охлаждения. Наше производство аттестовано, как и полагается, по системе ISO 9001, и, собственно, вся продукция на выходе проходит двойной контроль качества. Клиентами компании являются многие международные компании из самых разных отраслей, то есть можно перечислить и производственные компании, как Airbus, можно указать и банковские группы, и сети McDonald's, то бишь ритейл. Если говорить о банках, то это можно увидеть, что борьба. Ряд промышленных предприятий. Есть среди этого ряда и наши компании. Это X5 Retail, это, ну, скажем, представительство Major в России, это сеть автомобильных салонов, и, соответственно, этот список продолжает расти. Мы относительно недавно представлены, то есть бренд Кьюбик на российском рынке, но количество проектов пополняется из года в год, и я надеюсь, что вы, как партнеры, выступите в роли продвиженцев наших проектов у себя и у ваших заказчиков. Теперь можем перейти уже непосредственно к модельному ряду, который поставляет компания Кьюбик. Верхний ряд, тут представляющий панельный ПК, арминий ПК и аксессуары, это те группы товаров, которые постоянно находятся на складах компании IP-матика, то есть поставки их регулярные. Мы с помощью них можем закрывать этих поставок малые и средние проекты в наших местах, то есть вы всегда можете обратиться, понимать, что, в общем-то, для нескольких переговорных, для нескольких рабочих мест у нас, как правило, оборудование есть на складе, то есть срок поставки будет совершенно минимальный. Нижний ряд, который относится к менеджерам занятости, киоскам, встраивам ПК, это так называемые заказные позиции, которые мы на складе не держим, ввозим их под проекты. И вообще я должен сказать, что Кьюбик, он вообще специализируется на кастомизации своих решений под заказчиков. Если у вас есть какой-то специальный проект с какими-то необычными требованиями, то мы призываем вас не бояться обращаться в компанию «Эпиматика». Мы с помощью команды Кьюбик сможем оценить, обсчитать такие подобного рода проекты. Поскольку мы обрисовали достаточно широкий круг продуктов, я на этом слайде, он, конечно же, такой загроможденный, но я поставил собой целью показать на этом слайде все возможные применения оборудования Кьюбик и показать, что любое современное здание класса А может быть достаточно серьезно оснащено практически любым продуктом от Кьюбик, начиная от входных зон, то есть зон интеркома, где он может быть элементом системы интеркома, системы контроля доступа. Дальше это может быть возможность саморегистрации, получения необходимой информации через киоски самообслуживания. Дальше это может быть панели управления, которые могут быть расположены на различных этажах для различных целей. Как я уже говорил, то, о чем мы будем говорить, это могут быть бронирования различных ресурсов, навигация по зданию, особенно если это какие-то офисные центры, может быть медицинские учреждения, например. Элемент видеоконференц-связи, то есть практически любые применения, связанные с визуализацией, с управлением, со связью, оно может иметь в своем составе тот или иной элемент, поставляемый компанией Кьюбик. Но мы сегодня будем все-таки опираться на то, что мы говорим об управлении бронированием и управлением умный дом, умный офис. Начнем мы с блока, который называется управление бронированием. Собственно, бронирование – это может быть и бронирование переговорных комнат, это может быть и бронирование рабочих мест, включая как внутрикорпоративное бронирование рабочих мест, если вы придерживаетесь концепции гибкого офиса, так и такой коммерческий каворкинг, когда вы рассматриваете, или ваш заказчик рассматривает сдачу каких-то площадей под почасовую, скажем так, использование, и вы собираетесь как-то монетизировать свои производственные, у его офисные площади. Помимо этого, значит, под бронированием может подразумеваться учет рабочего времени, а также, например, самостоятельное заселение и выселение в отелях, и, например, электронную очередь в медицинских учреждениях, или, например, электронное меню в ресторанах или каких-то, например, так скажем, сетях оказания услуг. На данном слайде я показал те компании, которыми у нас есть или технологическое сотрудничество, или которые мы поставляем. То есть компания DoorTablet – это тот бренд, который находится у нас сейчас в портфеле, это тот бренд, который мы поставляем вместе с Кьюбиком как единое решение по системам бронирования. Это очень интересный бренд, который закрывает и задачу бронирования переговорных, и задачу бронирования рабочих мест. Очень гибкое решение, которое может дополнять, которое можно кастомизировать по дизайну, которое, несмотря на то, что оно импортное, тем не менее оно поставляется в России, оно не ушло из России. А также есть ряд отечественных компаний, в том числе те, которые занесены в реестр отечественного ПО, с которыми мы сотрудничаем, опять же, в проектах, которые брали наше оборудование на тест и подтвердили то, что совместимость этого оборудования с их приложениями – это такие компании, как ЛИИС, бренд SimpleOffice, это такая компания, как Мирусофт, как АУВИК со своим программным продуктом, буквально тот же самый InSpace. То есть все эти компании, так или иначе, связаны с разработкой продуктов под бронирование переговорных комнат, часть из них под бронирование рабочих мест и локеров, то есть для систем хранения ценностей внутри рабочего пространства. Если мы говорим о санаториуме, то эта система, так сказать, более заточена под медицинскую сферу, это система управления, администрирования медицинских учреждений, которые также могут использовать наши панельные ПК. Соответственно, другой блок задач, который помогает решать компьютеры КЮБИК, это управление объектами, то есть это система «Умный дом» или «Умный офис». Здесь у нас очень хороший пример кооперации с компанией «Иридиум Мобайл», которая рекомендовала наше устройство для своих дилеров, для своей системы, и у нас есть соответствующее подтверждающее письмо, и наш продукт представлен у них на сайте. Также мы начинаем сейчас интеграцию с другим продуктом компании «Лиз», это «Симпл Хоум», который также предназначен для систем управления офисом и домом. Возвращаясь непосредственно к линейке, мы теперь будем говорить о непосредственно панельных ПК, которые являются самым массовым продуктом, которые мы поставляем для систем бронирования. На сегодняшний момент модельный ряд состоит из трех моделей. Это модель TD-0350, это модель 1050 Pro, это модель TD-1060 Slim. Хочу сказать, что здесь указана примерно отправная розничная стоимость. Для каждой из этих моделей можно обратить внимание. И опять же подтверждаю, что на сегодняшний момент компания «Эпиматика» на складе у себя держит от 50 до 100 экземпляров каждой модели, поэтому вы легко можете закрыть какие-то свои небольшие проекты прямо, можно сказать, со склада. То есть ждать заказа здесь не обязательно. И, собственно, первым в нашем списке будет панельный ПК TD-0350. Вы уже видите, что он выполнит в таком элегантном, необычном дизайне. И, собственно, я уже говорил, что наши дизайнеры находятся в силиконовой долине. Мы шутим, что некоторые из наших устройств, наверное, каким-то образом пересекаются с разработкой айфонов, по крайней мере, в части дизайна. Это 3,5 дюйма экран. В принципе, достаточно мощный процессор. Встроенный динамик. Здесь есть и встроенный микрофон. Есть LED-индикация, как мы видим. Очень элегантный дизайн. И очень компактный дизайн. Позволяет закрепить это устройство опять-таки удобно и на офисном столе, и на офисной перегородке, и на стене переговорной комнаты. Соответственно, конечно, оно используется для задач бронирования рабочих мест, но эти задачи бронирования рабочих мест, они самые разнообразные. Например, я могу привести два достаточно оригинальных примера. Первый – это у нас есть партнер бабочка.ком в Питере, который занимается модельным бизнесом, продажей одежды элитной. В настоящий момент они как раз занимаются установкой этих устройств в качестве бронирования примерочных. На самом деле, очень удобно, честно говоря, как будучи женатым человеком. Мне, на самом деле, бывает иногда очень сложно найти свою жену в переговорной комнате, в примерочной комнате, поэтому вот подобные устройства я, например, для себя бы считал большим плюсом. Второй достаточно оригинальный тоже пример – это, так скажем, офисы страховых компаний, в принципе, и банковского сектора тоже, где клиенты могут переговариваться с операторами, при этом за счет того, что есть микрофон, есть запись, запись переговоров может быть осуществлена, при этом, опять же, может быть и зафиксирована оценка удовлетворенности клиента, и после этого руководитель данного офиса может провести разбор полетов, поняв, почему есть какие-то нарекания к работе того или иного сотрудника, или почему клиент, например, отвалился. На самом деле у нас достаточно много различных фишек, я буду об этом говорить в течение нашей беседы и в конце, которые позволяют дизайнерам, разработчикам уже нашим локальным здесь, в России, в общем, проявить свои фантазии, потому что рынок развивающийся, и на самом деле вот те приложения, те способы применения, о которых я говорил, они не исчерпаны. Можно сказать, ежемесячно появляются какие-то новые идеи, которые даже нам, вот как продавцам, продвиженцам этого товара, даже в голову не приходило, как можно использовать те или иные наши устройства. Поэтому мы тоже призываем вас загласить свою лепту посильную. Еще одной отличительной чертой данного устройства является его влагостойкость, то есть он защищен от попадания на него жидкости, например, если на него пролить стакан воды, чем он выгодно отличается от клавиатуры и мышек, например, от срабатывания системы пожаротушения, ну и, так сказать, менее критичные, но часто встречающиеся от, например, извините, тряпки-уборщицы, которые, брызги, которые может лететь. Дальше мы, я рассмотрю нашу флагманскую модель, основную модель, лидер наших продаж на сегодняшний момент, это TD1050 Pro. Собственно, Pro уже свидетельствует о том, что это профессиональное устройство, и оно действительно на достаточно мощной платформе 8-го андроида, которое можно апгрейдить до 10-го андроида. Там мощный процессор, в них есть все необходимые функции, то есть тут есть и в некоторых из них и камера 8-мегапиксельная, и, соответственно, во всех, 8-мегапиксельная камера, в некоторых есть и встроенный считыватель, и, соответственно, компорт для подсоединения внешних устройств, и ряд других интересных вещей. Выполнен он, скажем так, в двух цветах, в белом и черном. И я как раз хотел задать вопрос, вот просто предположите, где чаще всего возможно использование компьютеров в белом цвете. Да, возможно, что в санаториях все правильно. Ну, ответ, где заказчику виднее, это все правильно, но если исходим иногда из того, что мы консультируем заказчика и иногда хотим влиять на мнение заказчика, то чаще всего, да, это больницы, медучреждения, наверное, офисы, где белые стены, так скажем, это является корпоративным стандартом, все верно. Мы могли обратить внимание, что поскольку, скорее всего, все-таки потребность у них немножко меньше, они стоят чуть-чуть подороже. В процессе, так скажем, рассказа о наших преимуществах я буду останавливаться на данной модели. Могу сказать, что, в общем, как предыдущая модель, так и эта неоднократно выигрывали международные конкурсы по техническому дизайну. И, в общем-то, ну, наверное, не зря. И в конце нашего вот этого обзора модельного я хочу рассказать о нашей новинке 21-го года. Напомню, что сейчас мы ждем уже новинку 22-го года, но пока анонсов, преданонса не было. Это, значит, компьютер TD-1060 Slim. Собственно, уже понятно, что Slim, ну, для меня это ассоциация такой, что это вылизанный, да, такой какой-то с автомобильным, наверное, бизнесом связан, такой вылизанный дизайн. И это действительно так. В этом устройстве разработчики постарались обойтись без избыточных, так скажем, функций. То есть в этом устройстве уже нет видеокамеры, в этом устройстве нет микрофона, в этом устройстве нет возможности, скажем, нет встроенного считывателя. То есть на самом деле мы его позиционируем для системы отображения, но также для системы бронирования, где не нужна связь с системой контроля доступа, то есть не нужен автоматически производить чекин, потому что встроенная 8-мегапиксельная камера, это, в общем-то, указывает на то, что с точки зрения бронирования, что вы можете использовать систему распознавания лиц или, например, считывание QR-кодов. Да, там, компорт, как правило, нужен для того, чтобы подсоединять какие-то внешние датчики или, например, управлять электронными замками. Если у вас, например, переговорная находится в нормально закрытом состоянии, должна находиться по соображениям безопасности, к примеру. Скажем так, встроенный считыватель позволяет, опять же, состыковываться с штатной системой контроля доступа, которая входит в инженерные системы здания. Здесь это все достаточно облегченно. Я могу сказать, что дизайн здесь очень действительно элегантный, вылизанный, привлекает внимание на всех выставочных мероприятиях. Здесь тонкие рамки, соответственно, антибликовое покрытие, то есть изображение на экране видно под любым другим углом, например, даже при условии встречной засветки, если говорить языком видеонаблюдения. Как мы видим, это устройство стоит несколько дешевле, чем 1050. Именно, как я говорил, потому что наряду с дизайном оно лишено вот этих функций, функционала, который связан с системой контроля управления доступом в данном случае. Значит, мы плавно подошли к основной теме нашего семинара. Почему панельные ПК предпочтительнее бытовых планшетов? Как бы у нас будет такая, на две части разбитый, разбитый как бы рассказ. Первый, это будет в основном рассказ о конструктивных особенностях, конструктивных преимуществах. И потом я немножко расскажу о программных фишках, которые, наверное, свойственны не всем панельным ПК, но панельным ПК Кьюбик уж точно относится, является нашим выигрышным моментом. И первое, с чего мы начинаем, это долговечность. Как я уже говорил, наше производственное подразделение аттестовано по системе ISO 9001, производит панельные ПК промышленного класса, соответственно, рассчитаны на работу 365 дней в году, 24 часа в день. Наработка на отказ более 50 тысяч часов, то есть при таком режиме это получается порядка 6 лет. В общем-то, да, если говорить про реальную жизнь, когда мы можем отключать этот компьютер в нерабочее время и так далее, то там 7-10 лет, которые требуются обычно у нас, с бухгалтерской точки зрения, для того, чтобы амортизировать это устройство, этого вполне хватает, то есть для самых привередливых заказчиков. И, соответственно, я бы сказал, что в данном случае есть как раз коренное отличие от типовых планшетов, которые не рассчитаны на самом деле на работу 24 на 7, и которые, если они работают в режиме бронирования, то они находятся все 24 часа в подключенном к зарядке состоянии, то есть они находятся, скажем так, постоянно не то, что в стопроцентно заряженном, а даже перезаряженном состоянии, это губительно влияет на состояние электролита в аккумуляторных батареях, которые находятся в этих планшетах, что может привести, как минимум, к деградации этого аккумулятора, порче самого устройства, а в предельном случае, с точки зрения систем безопасности, это может даже привести к локальному пожару. Именно поэтому в Кьюбике принципиально в их устройствах нет аккумуляторных батарей. У нас все устройства запитываются по ПОЭ, а передача информации, обмен информацией вы можете у себя осуществлять как по ПОЭ, так и по Wi-Fi, если ваша, так сказать, политика безопасности допускает использование Wi-Fi в офисе. Мы, конечно, понимаем, что, так скажем, обмен информацией по кабелю все-таки является более надежным, тем более, что эргономика позволяет легко подключать и отключать этот кабель, она не портит, так сказать, никакой внешний вид, это внешний вид, так сказать, окружающего офиса, окружающей обстановки. И, опять же, получается, что и питание, и информация передается по одному кабелю. Соответственно, ПОЭ это стандарт для 0,350 небольшого устройства, для полноценных 10-дюймовых устройств наших уже требуется ПОЭ+, потому что потребляемая мощность собственно выше. Можно использовать фактически стандартные инжекторы здесь для того, чтобы через них запитываться. То есть это вот как бы одно из основных устройств преимуществ. Вторым преимуществом мы считаем, это те опции, что ряд наших устройств имеет встроенный карты для, встроенный считыватель для карт доступа. В общем-то, конечно, надо проверять, поддерживается ли ваша карта нашей системы. У нас есть список поддерживаемых карт, при необходимости по запросу мы можем его выслать или обновить, например. Но эта вещь удобная как раз с точки зрения возможности осуществления бронирования или возможности чекина или верификации при посещении переговорной комнаты, особенно в тех случаях, когда у вас политика безопасности, еще раз говорю, подразумевает, что все комнаты должны находиться в нормально закрытом состоянии. У нас есть пример такой реализации, например, с известной немецкой компанией, немецко-швейцарской компанией, как Дормакаба, когда в офисе Страсбурга Европейского космического агентства как раз реализована вот система с Кьюбиком и Дортаблетом и интеграция их в СКУД КАБА, то есть для переговорных комнат и для каких-либо комнат, где проводятся комнаты для совещаний, скажем так. Следующее преимущество конструктивным является возможность установки этого устройства на любую поверхность. Ну, здесь я привел, собственно, 1050 устройства, даже 1060 скорее, но на любую поверхность можно установить и 0350, то есть это может быть и дерево, традиционный бетон и стекло, в данном случае, как вы выберете, это может быть накладной монтаж, это может быть монтаж через крепление веса винтами или накладной, еще раз говорю, накладной монтаж с помощью двустороннего крепкого скотча. При этом, собственно, само устройство можно, если вам необходимо, его технически обслуживать, достаточно легко снять с крепления, но если вы хотите осуществить определенную вандалозащиту, вы можете использовать такие звездочки, торсены для крепления, для того, чтобы, ну, как бы, необходимо было применять какую-нибудь особую отвертку, то есть в этом случае устройство не будет легко, как говорится, вынуто и унесено или взломано, например. То есть тоже достаточно удобно, то есть в комплекте с устройством сразу уже идет все необходимое крепление, причем сразу два варианта на выбор. Возможность крепления на любую поверхность, да, подразумевает, что фактически вам никак не придется воздействовать на офисную среду, как-то деградировать дорогостоящие поверхности, там, какой-нибудь карарский мрамор или какое-нибудь закаленное стекло редкостное. Следующий момент, очень красивый момент, это наличие цветного LED-индикатора статусов. Опять же, каждое из устройств имеет свой дизайн этих LED-индикаторов, где-то они как в 10.50 их три, то есть есть фронтальные и боковые LED-индикаторы, где-то как в 03.50 они имеют вот такой вот секторальный красивый цвет. Вы можете при этом как программисты, как настройщики использовать всю палитру True Color здесь и это опять же для разработчиков это целый огромный спектр различного рода фантазии, приложений, как это сделать. Важно то, что в отличие опять же от планшетов, где, наверное, тоже можно как-то так реализовать, фишка вот данных устройств заключается в том, что вы будете видеть этот статус фактически с любой точки пространства, вашего офиса. И это очень правильно, не только под каким-то определенным углом. Как правило, конечно, я могу сказать, что используется три типовых цвета. То есть используется зеленый, когда мы говорим, что помещение свободно, если говорить о бронировании, или, например, что все в порядке, если мы говорим о панели управления. Желтый, это если какой-то переходный период, то есть помещение освобождается или вот-вот будет занято. И красный, это если помещение занято, а в случае управления, например, что какая-то тревога, то есть вам нужно подойти, если вот это умный дом, например, да, и понять, какой из датчиков или в каком месте произошло какое-то нештатное событие. Оно вам будет сигнализировать таким образом. То есть тоже очень удобно и очень красиво. И я могу подчеркнуть, я дальше об этом буду говорить, что этими вот-индикаторами можно управлять отдельно, каждым. То есть у вас не обязательно все индикаторы должны будут гореть одним и тем же цветом. Также я подчеркивал, что у нас есть практически в каждом устройстве USB-порты, обычно их там 2-3, к которым вы можете подключать внешние устройства, ну, например, наушники, там, клавиатуру, если вам нужно что-то поадминистрировать, например, прямо на месте, какой-нибудь, может быть, принтер для печати. Но в модели, флагманской модели 1050 у нас еще есть компорт. Компорт, к которому вы можете подключать уже более серьезные устройства, которые вам могут сослужить такую полезную службу в различных приложениях. Это может быть электронный замок, опять же, в случае, если мы говорим о СКУДе. На данном слайде мы приводим датчик присутствия. Что он дает, этот датчик присутствия? Датчик присутствия дает вам возможность на самом деле контроля, что данное бронирование было не только осуществлено, но что люди действительно заселились в эту комнату и что-то в ней проводят. Или наоборот, что в комнате не было осуществлено бронирование, тем не менее, кто-то находится. То есть, какие сценарии можно реализовать? Ну, например, комната занята, проходит 15 минут, датчик подтверждает, что там никого нет, бронь может быть снята, комната может быть освобождена. Следующий момент – это если вы собираетесь монетизировать, или ваш заказчик собирается монетизировать сдачу своих помещений в аренду, то, опять же, вы можете провести определенный анализ с помощью этого датчика, насколько цельное помещение у вас занято, как оно используется, как часто оно используется, и либо добавить себе каких-то арендных помещений, или сократить их, или, например, понять, что какие-то, например, переговорки пользуются почему-то особым спросом и тоже что-то с этим сделать, скажем, то есть вести такую аналитику. Ну, в принципе, к этим компортам можно подсоединять и другие различные устройства, то есть, на самом деле, очень полезная функция для тех, кто, например, занимается сервисными офисами. Следующее, вот уже, как бы, переходим от конструктивных особенностей, переходим к различным фишкам программного обеспечения. И здесь я бы хотел остановиться на том, что компания Кьюбик разработала такое замечательное приложение, как Remote Configuration System. Здесь у меня, как бы, напрашивается аналогия, сам я в свое время пришел с рынка безопасности, вот подобные программы, они вообще, на самом деле, must have у каждого производителя систем видеонаблюдения, потому что оно позволяет из одной точки единовременно иметь возможность администрировать и управлять целым рядом устройств. И это тоже отличительная черта, которая, наверное, на планшетных компьютерах я практически не встречал. Да, это наша собственная разработка. Да, в принципе, наверное, вы можете придумать что-то свое, но вот здесь есть ряд интересных функций. Например, вот то, что я вам показал, это как раз на этом слайде показывается возможность выбора нескольких устройств одновременно. То есть, если вы, как администратор, в свое время позаботились о том, чтобы назначить IP-адреса своим устройством или подобрать их каким-то определенным образом и каким-то образом их там каталогизировали, то запустив, собственно говоря, здесь, ну, диапазон этих IP-адресов, вы можете одновременно увидеть те устройства, которые у вас находятся в отдельном здании, в отдельном корпусе, на отдельном этаже, возможно, в каком-то отсеке или, опять-таки, сортированной по какому-то определенному принципу. Например, отвечающие только за переговорные, отвечающие за панели управления, отвечающие за отображение рекламного контекста. И сразу у вас все эти устройства высвечиваются, вы видите здесь тип устройства, вы видите здесь серийный номер, вы видите здесь версию прошивки, вы видите в какой-то степени статус, в каком состоянии это находится. Что мы имеем, что мы можем делать с этим дальше? Ну, мы выберем определенные из этих устройств, щелкнув на них галочкой, да, мы увидим, что в принципе мы можем защитить вход на это устройство паролем, то есть полная аналогия, опять же, если мы берем видеокамеру, например, то же самое. И вы можете, например, назначить здесь то приложение, которое на этом компьютере будет крутиться все время, пока вы его каким-то образом не поменяете. В данном случае это, например, приложение, управляющая программа по системе бронирования DoorTablet. Это как бы отдельное устройство, но вы можете все то же самое сделать, выбрав несколько устройств и одновременно назначив им эту систему, например, отображения, то есть систему управления, или поменяв прошивку. Тоже очень удобно. И опять же, вы можете, как вы садминистрируете, вы можете это сделать опять же пошагово. То есть не секрет, что, конечно, обновление прошивки займет какое-то время. Если у вас устройств много, да, это значит, что в какое-то время эти устройства будут неработоспособны. У вас есть технологический перерыв, вы это обновляете и так далее, или делаете там какое-то ночное время, ну, если у вас есть такая возможность. А если у вас круглосуточно действующее предприятие, как вы поступите. Да, то есть у вас есть возможность это делать поэтапно, И как раз здесь возможность выбора отдельных устройств, оно будет очень полезно, например, очень полезное свойство здесь. Опять же, бывает в целях администрирования возникновения каких-то спорных ситуаций, например, когда комната свободна, а вам говорят, да там полно народу, я хочу забронировать, я подхожу, а здесь народ и так далее. Вы можете дистанционно, опять же, выбрав в том меню, которое было в самом начале, иконку с вот таким фотоаппаратом, посмотреть, как бы удаленно промониторить, а что сейчас, какой статус сейчас светится на той или иной переговорной комнате. То есть это тоже такая очень полезная функция, которая реализовывается данным приложением и тоже является нашим преимуществом. Следующий момент – это своего рода защита от дурака, то есть от неопытного пользователя. Это тот случай, когда у вас висит устройство, человек подходит, устройство выключено, его можно включить, то есть настраивать непосредственно, неудаленно, так сказать, с рабочего места администратора. Я, кстати, не упомянул о том, что вот это приложение RCC, его можно разворачивать как локально на сервере, так и использовать облачную версию, через браузер работать. Это все, опять же, зависит от того, какие возможности у вашего заказчика есть. Ну, возвращаясь к данной теме, включает этот компьютер, у него высвечивается порядка 5 секунд такое меню, то есть он на самом деле в этот момент может или поменять запускаемое приложение, да, или зайти в поиск. Чаще всего администраторы не любят подобных вопросов, поэтому через RCC вы можете защитить паролем такую возможность. Это называется режим Fullscreen, то есть у вашего незадачливого пользователя возможности как-то повлиять на настройки, если он не знает пароля, не будет совершенно никакой. Следующий, тоже немаловажный режим работы, это так называемый киоск мод. Для чего полезно? Значит, у вас могут быть, естественно, бронируемые помещения использоваться с различной интенсивностью, могут возникать периоды так называемого простоя, когда сам панельный ПК в этот момент не находится в стадии занято и может возникнуть, особенно если вы каким-то образом коммерциализируете вот эту систему, да, то есть сдаете в аренду и так далее, у вас возникнет идея увеличить, скажем так, цену чека, да, говоря языком продавцов. Как вы можете это сделать? Вы можете вот на эти перерывы загрузить на этот панельный ПК, например, какой-то полезный контент. К примеру, рекламу каких-то товаров, продаваемых вот через ваш магазин на втором этаже, счастливый час в каком-то кафе, который вам тоже, вы как-то договорились, у вас опять есть взаимные выгоды. Просто какой-то рекламный контент, административное объявление, то есть когда вот был, например, период ковида, было полезно на таких вот вещах размещать предупреждение о том, что надо соблюдать меры гигиены, социальную дистанцию и так далее. Вы сразу убивали двух зайцев, вы таким образом реагировали на предписание соответствующих надзорных медицинских служб. То есть все это вы можете таким вот образом здесь загрузить. И когда это получается такой режим, как бы скрин-сервера, то есть когда устройство не используется, оно прокручивает подобный контент. Как только пользователь хочет что-то забронировать, например, с панели, он подносит свой палец к экрану и он переходит в рабочий режим бронирования. То есть тоже очень полезная вещь. Вообще, так сказать, опять же, по аналогии системы безопасности, вы можете назначить своим устройством удаленно возможность работы по расписанию. То есть вы можете назначить время включения вашего устройства, выключения вашего устройства, тем самым озаботиться, например, энергосбережением. Когда в ночное время, в выходные дни у вас устройство не включено, потом автоматически включается там в 8 утра в понедельник. Вы можете назначить ему планируемую перезагрузку для того, чтобы очистить кэш, для того, чтобы избежать возможности каких-то зависаний из-за переполнения памяти и так далее. И самое главное, опять же, на этом слайде, это может быть не очевидно, но поверьте мне на слово, вы можете, вот то, что я говорил, управлять своими, настраивать своими LED-индикаторы, каждый по отдельности. Там, где он отличен от единицы, то есть, например, 1050, где их три, вы можете каждым из них управлять по отдельности. То есть придумывать какие-то индикации, задачи для того, чтобы был понятен статус устройства. Ну, например, может быть, не связано с бронированием, например, но когда мы использовали Zoom-версию нашего 1050, то при, так сказать, штатном режиме, как бы работающего устройства зеленого, то есть боковые LED-индикаторы горели зеленым, нижний индикатор горел синим, показывая, что на устройстве есть непрочитанные сообщения. Ну, в Zoom-конференциях, в Zoom-коммуникаторах есть такая возможность. То есть здесь фантазия ваших администраторов для того, чтобы как-то вот давать индикацию, какие-то определенные процедуры таким образом закрывать, она, мне кажется, тоже безграничная. Наряду с вот таким вот возможностью работы, вот такой вот возможностью плановой перезагрузки, в каждом устройстве Кьюбик есть так называемый аппаратный сторожевой таймер или Watchdog, то есть сторожевой пес. Это чип, который фактически пингует центральный процессор периодически. Опять же, по аналогии с системой безопасности, то же самое проделывает, например, контроллер в отношении пожарных датчиков. Если он не получает через некоторое время ответов, откликов от центрального процессора, принимается решение, что компьютер завис, и он переходит в принудительную перезагрузку. Но что характерно, то, что он возвращается в то исходное состояние, с которого, собственно, он и завис. То есть вам не приходится заново настраивать ваш контент, заново загружать ваше приложение. И вообще, это, так сказать, с этой точки зрения практически все описанные преимущества позволяют вам все время возвращаться в исходное состояние. То есть когда вы включили, выключили, у вас все время подгружается то, что у вас там было залито. Это отличие, опять же, от тех же планшетов, которые вы включили, выключили, вам нужно найти там иконку, загрузить ее заново и так далее. Здесь идет возврат в исходное состояние. И вы можете планово, например, осуществлять перезагрузку через RCC, а можете здесь задать плановую перезагрузку, например, раз в неделю или раз в месяц, в зависимости от интенсивности вашего использования этих устройств. И тоже таким образом повлиять на ресурс, на работоспособность вашего устройства. Пожалуй, основное преимущество заключается в том, что у вас на самом деле есть возможность для вашей администрации, того, что вы можете администрировать удаленно, у вас есть возможность один раз этот компьютер повесить, один раз его настроить. И, имея возможность удаленного контроля, удаленной работы с этим устройством, больше к нему вообще не подходить в течение всего срока его полезного использования, то есть до 7 лет. Все делать, в принципе, удаленно, как администратору. Это, конечно, удобно, и я еще раз говорил, что вы можете даже несколько устройств одновременно в этом случае администрировать, то есть это экономит ваше время. Должен сказать, что, ну, как бы список преимуществ описанных, он не исчерпан, я мог бы еще привести ряд преимуществ, но я надеюсь, что данные вам аргументы помогут вам в разговоре с вашим заказчиком или с вашим руководством для того, чтобы убедить их в том, что даже в сегодняшнее время надо делать ставку на надежные и долговечные устройства и экономить на аппаратной части, ну, ни в коем случае не нужно. Опять же, не знаю, есть ли среди вас те люди, которые разрабатывают приложения для андроида, наверное, спрашивать, есть такие или нет, не буду, просто дам общие рекомендации, время у нас еще немножко есть. Как получить доступ среди разработчика? Собственно, Кьюбик, она открытая система, все программирование приложения осуществляется на андроиде, то есть таких разработчиков, на самом деле, популярных приложений достаточно много. Все, что вам нужно, это получить от нас API, это библиотеки различного рода, различные файлы, это все можно сделать, подписав с нами короткий NDI, и у вас получится, и вы получите доступ к системе, к среде программирования, и можете написать свое приложение. Собственно, к чему мы сейчас призываем, вы видели список тех компаний, с кем мы уже сотрудничаем в части локальных систем здесь. Можно сказать, что обычно, конечно, много стандартных приложений андроида поддерживается, но бывают моменты, когда возникает аппаратная несовместимость, ну, как конкретный пример, то, что приложение по каким-то причинам не поддерживает горизонтальный вид, может находиться только вертикально. Поэтому, конечно, подобного рода приложения необходимо тестировать, и я это подвел к тому, что мы охотно выдаем наше оборудование на тест, чтобы вы могли получить законченное решение, которое не стыдно показать заказчику. В том числе у нас есть и вариант получше, то есть у нас в России в 2020 году, в Москве, открыт единственный в России зал решений на основе ПК Кьюбик. Это в нашем офисе. Напомню, для тех, кто, может быть, запамятовал, не знает, что мы находимся на МКАДе, в бизнес-центре Гринвуд, и на первом этаже у нас есть демонстрационный зал, где у нас представлено несколько типовых сценариев использования наших панельных ПК, и вы можете в любой момент заказать демонстрацию, записавшись на посещение по указанной здесь ссылке. У нас, на самом деле, это очень популярная тема, демонстрации проводятся почти каждый день, поэтому мы рекомендуем бронировать это заранее. Также просим вас прислать определенное ТЗ с тем, что мы могли подготовить какое-то кастомизированное специальное решение для вас и показать вам его. Опять же, может быть, немножко рекламируя своих коллег, помимо панельных ПК, у нас в демонстрационном зале представлены и наши топовые оборудования по системам телефонии и системам видеоконференц-связи EOLINK, представлены аудиовизуальные решения, конференц-решения компании ITC. Все это показано в определенной сцепке, как все это может работать вместе, как все это может работать в конференц-залах, в переговорных. То есть нередко наши заказчики и системные интеграторы приезжают к нам с одной задачей, возвращаются с решениями сразу нескольких задач, о которых они даже, в общем-то, и не мечтали сразу решить. Поэтому мы вас ждем, мы всегда вам рады. Ну и, пожалуй, на этом я свой рассказ заканчиваю. Во время я практически уложился, есть еще несколько минут на то, чтобы ответить на ваши вопросы. И давайте я посмотрю в чат, какие вопросы у нас были. Так, ну, был вопрос, есть ли камера в 10.60. Да, я уже говорил, что камеры нет, даже нет считывателя. То есть камера у нас есть в 10.50. Но, в принципе, коллеги меня поправят, если я не прав. За счет того, что у нас есть USB-вход, вы можете подключить внешнюю камеру и к 10.60, если вам это необходимо. Так, следующий вопрос. S&P версия 2 и 3 поддержит. Так, S&P не поддерживает. Да, про API я сказал, что мы предоставляем, и мы с радостью предоставляем. А сейчас будем, наверное, предоставлять еще особенной радостью, в связи с тем, что сегодня уже вышли какие-то постановления, связанные с поддержкой отечественного софта. Поэтому вот у нас, например, несколько компаний, которые я представил, да, они уже внесены в реестр отечественного софта, и мы с очень большим удовольствием с ними сотрудничаем, понимая, что, собственно, с их помощью мы сможем заходить на те гособъекты, которые сейчас будут под особым вниманием наших Минпромторга и Минцифры. Следующий вопрос был, какой срок гарантии на панельный ПК Кьюбик. Здесь у нас есть штатная гарантия 1 год, но есть возможность расширения его до 5 лет, но это уже, конечно, за плату, то есть, соответственно, нам просто надо понять требования вашего заказчика и рассчитать эту гарантию. Она будет, конечно, еще зависеть от количества компьютеров, которые у вас будут установлены. Но я говорил, что на самом деле процент брака наших устройств составляет менее 1%. То есть, наше устройство достаточно надежное в этом вопросе. Это при 50 тысячах часах наработки на отказ. Следующий момент, что является проектом или можно ли купить компьютер без регистрации проекта. Значит, проектом мы считаем покупку наших устройств от 3 тысяч долларов в ценах RRC. Можно ли купить компьютер без регистрации проекта? Да, можно. Дело в том, что практически весь модельный ряд наших компьютеров сейчас подключен к системе B2B, которая развивается в Appimatic. То есть, у вас есть возможность без регистрации просто купить этот компьютер. Также, в общем-то, есть еще такая интересная опция, о которой я, наверное, не говорил. Если вы берете компьютер на тест, пользуетесь им активно, то у вас на самом деле есть возможность выкупа этого компьютера с определенным дисконтом, если он вам понравился. Мы приветствуем подобный урод подход, потому что понимаем, что он позволяет вам использовать его в личных целях или с целях маркетинга. Следующий момент по поводу, где находятся фабрики. Я говорил, что у нас эти фабрики частично находятся в Тайване, частично находятся в Китае. Срок поставки, срок изготовления. То есть, я говорил, что если у нас маленький проект, и мы можем закрыть его со склада, то понятно в Москве. То понятно, что порядка, ну, наверное, в нескольких дней требуется для того, чтобы мы могли отгрузить вам оборудование. Это проекты, ну, скажем, там 5, 10, 15 переговорных комнат, например. Если у нас проект заведомо больше 50 устройств, то это, скорее всего, будет все-таки заказной проект. И здесь мы можем сказать так, что если эти устройства есть на локальном складе или в Тайване, или в Китае, сейчас это состояние немножко, так сказать, там меняется, то это может быть порядка 4 недель самолетом и 8 недель сушей. Сейчас опять же вопрос суши, это море или это поезд. Вот, это вопрос решается. А если этого устройства нет, соответственно, еще надо будет месяц на изготовление заложить. То есть это будет, соответственно, 8-12 недель от момента заказа до момента отгрузки. Понятное дело, что сейчас идут определенные изменения в логистических цепочках, поэтому мы оперативно будем обновлять эту информацию, как оно сейчас. Но поставки нам не закрыли, ни с Тайваня, ни с Китая. Все наши, так сказать, в данном случае производители, они настроены позитивно на то, чтобы продолжать с нами сотрудничество. Да, цвет корпусов у нас только белый и черный. Опять же вопрос, значит, от количества. То есть мы можем задать вопрос нашим производителям, то есть если у вас действительно реально крупная партия, ну не знаю, например, там сеть Бербанк, вот они хотят зеленый цвет в качестве какого-то корпоративного стандарта. То есть вот как раз коллега подсказывает, Андрей, что есть серебристый при заказе 200 штук. Но я на самом деле думаю, что если это какие-то астрономические количества, то можно задать вопрос производителю. Я думаю, что он сможет проработать вариант заказа какой-то определенный. Значит, здесь, если мы говорим об операционной системе, то операционная система у Кьюбика вообще своя в определенной области. Называется Андрей Недасаврас, по-моему, ОС Хардн. То есть это своя ось, она как раз типа биоса. И вот как раз некоторые удаленные настройки, они так или иначе как раз цепляются именно к этой системе ОС Хардн. Ну и Андроид, да, Андроид это та среда, в которую вы можете подгружать свои приложения, писать свои приложения. Это уже как бы система нижнего, верхнего уровня, скажем так. Значит, если мы говорим о пылезащищенной защите от внешних воздействий, то здесь, да, IP20, то есть у нас нет устройств, которые были бы защищены как IP66 или IP65. Мы можем задать вопрос, опять же, если это достаточно, то это уже будет как специализированный проект, то есть под определенные объемы. Либо необходимо будет, я бы сказал бы, что можно было бы пробовать это все тачскрин, тачскрин закрывать нет. Наверное, все-таки пока мы можем только озаботиться запросом нашего производителя на предмет возможности поставки какой-то другой, другого исполнения, но это опять же определенное количество. Да, вот как раз говоря о возможности заказных позиций, у нас есть мини-ПК в промышленном исполнении, который мы можем под заказ поставлять. Это, пожалуй, будет, наверное, более оптимальный вариант, нежели добиваться того, чтобы панельный ПК с интерактивным экраном был защищен, он вандал защищен как-то. У круглых TD-03550 есть защита, но это защита от влаги. Мы даже тут говорим о воздействии пылезащищенности. Это немножко другой момент. То есть влагозащищенность и пылезащищенность, это, скажем так, если мы говорим там об IP66, это одно отвечает за первую цифру, другое отвечает за вторую цифру, как правило. То есть это защита от влаги. То есть это больше именно связано как раз, да, с тем, что это офисное приложение может что-то пролить, или то, что офисы убираются, и поэтому можно случайно мокрой тряпкой пройтись там, не испортится ли. То есть на ударостойкость и, скажем там, пылепроницаемость эти устройства мы не закладывали повышенные требования. Да, вот еще коллега дополняет, что у нас используется пластик ABS-7, то есть это, в принципе, ударостойкость, ну, такой ударопрочный пластик, надежный, но, опять же, это, ну, какое-то как бы качественное назначение. Это не означает, что использование этого пластика уже характеризует какую-то степень защиты под стандартизированную. Есть ли возможность запускать приложение по DOS Windows? В данном случае нет. Все-таки у нас система, система работает под андроидом и работает так или иначе. То есть, в принципе, когда у нас идут андроидные системы, то вам в любом случае, да, вот если мы говорим об АВ-решениях, там требуются OPS-серверы для этого, чтобы перейти на Windows. Здесь тоже есть мини-ПК, вот на основе процессоров X86, которые являются своего рода вот этими вот OPS-серверами, если говорить по аналогии с АВ-решениями. А по умолчанию это все равно андроид, это не винда. То есть, может быть, мы могли ошибаться вот в плане, так сказать, понимания, да, то есть я могу сказать, что при системах бронирования, вот сами системы бронирования, программные продукты, которые написаны, да, вот, и устанавливаются на эти компы, они могут сочетаться с Windows-овскими, так скажем, календарями, которые установлены в типовых Windows-приложениях, там, Office 365 или Exchange. Если вот об этом говорим, то да, стыковка здесь будет осуществлена, но посредством той программы, которая, опять же, на андроиде написана для систем бронирования. Ну что ж, коллеги, тогда у нас время подошло к концу. Я всех благодарю за внимание. Надеюсь, что наши встречи будут регулярными, несмотря на столь, так сказать, сложное на сегодняшний день время. Как я уже говорил, мы открыты для любых изменений. Компания «Эпиматика» достаточно гибкая, и наша, в общем-то, цель – это продвигать всякие решения, в том числе и решения наших партнеров. То есть мы помогаем эти решения создавать, мы помогаем их защищать и поддерживать. Поэтому благодарю за внимание. Приглашаем на наши дальнейшие вебинары, как меня, так и моих коллег, и приглашаем на наши партнерские мероприятия. В этом году компания «Эпиматика» и, в частности, наши панельные ПК будут присутствовать на роуд-шоу «АВФокус», в частности, по городам и весям России. Возможно, и какие-то отдельные партнерские мероприятия, на которые мы будем вас приглашать. Еще раз спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!